Здравствуйте, товарищи! Сегодня 8 мая. И я, прежде всего, хотел всех присутствующих и всех, кто нас видит и будет смотреть, поздравить с наступающим праздником, Днем Победы. Это великий день в истории нашего народа. Он для всех нас дорог, памятен. Всех нас поздравляю. И мы должны приложить все усилия, чтобы плоды этой Победы не были отняты и у нас, и у всего остального человечества. В преддверии праздника мы сегодня собрались на очередное занятие. Тема этого занятия – критика Берештейна и Берештинянства в работах Владимира Ильича Ленина. Это занятие у нас незапланированное, связано его проведение с тем, что произошла отмена одного из планов занятий. Но, тем не менее, эта тема важная, эта тема существенная. Для меня эта тема является продолжением, по сути, моей лекции, которую я две недели назад прочитал в Университете рабочих корреспондентов. Насколько я понимаю, она уже вышла. Это лекция «Экономическая борьба и экономизм». И уже в этой лекции я начал затрагивать вопросы берштейнянства. Собственно говоря, экономизм, как русское явление, это берштейнянство, проросшее на нашей почве, на почве российской социал-демократии. Конечно, экономизм, как явление, как политическое течение, он имел свои особенности и не повторял в точности учения Берштейна, если можно так выразиться. Но, тем не менее, на его работы опирались наши российские социал-демократы, принадлежавшие как раз вот к этому направлению экономизма. Хотя они взяли далеко не все, взяли, скажем так, одно из направлений, одно из, один из тезисов Берштейна, который говорил о том, что рабочие должны вести экономическую борьбу, борьба идет стихийно, не надо, так сказать, их волновать политическими вопросами. Ну, а социал-демократия должна заниматься реформами, должна заниматься улучшением, борьбой за политическую власть, ну и, соответственно, борьбой за реформы, за улучшение социальной жизни. Ну, ни в коем случае не соединять, как должна делать партия рабочего класса, партия коммунистов, соединять социализм с рабочим движением. И, естественно, ни о какой диктатуре пролетариата здесь уже речь не шла. Чем для нас интересен Берштейн? Берштейн интересен тем, что, по сути дела, он явился основоположником, если можно так выразиться, теоретиком так называемого ревизионизма. Хотя, ревизионизм считается термином ругательным, пьюративным, так называемым, да, то есть это не самоназвание, естественно, его теории. Но применительно к марксизму все его учение, вся его теория, она может быть названа ревизией. В чем эта ревизия заключается? Хотя сам он называл это критикой. Ревизия состоит в том, что, по сути дела, все положения марксизма, основополагающие, они Берштейнам были подвергнуты критике. Ну, критики своеобразные довольно-таки, то есть он отвергал положения марксизма, объявлял их субъективными, недоказанными, ненаучными. А вместо них, по сути дела, не предлагал ничего нового, просто вытаскивал на свет Божий какие-то осколки старых буржуазных теорий. И, собственно говоря, вот из этих осколков старых буржуазных теорий и построил свое здание, свою доктрину. Поэтому справедливо совершенно его упрекали в эклектизме и Владимирович Ленин, и Лиханов, и Каутский, которые критиковали Берштейна. По сути дела, в работах Берштейна, а главная его работа называется «Условия возможностей социализма и задачи социал-демократии», в этой работе он изложил свои взгляды на то, как нужно понимать марксизм. И его критика, с позволения сказать, она была подхвачена частью социал-демократов, причем довольно значительной частью. Она, в виде уже практическом, была применена во Франции этого времени, а речь идет о конце XIX века. В том числе она была воспринята русскими социал-демократами, о чем я уже говорил. Но, тем не менее, большая часть на тот момент, на момент возникновения, она была все-таки не согласна с Берштейном, на что было указано в нескольких резолюциях, в том числе и прямо было, по-моему, Берштейн, как автор, вот этих нападок на марксизм, потому что, по сути дела, это никакая не критика, а это откровенные совершенно нападки, причем с точки зрения буржуазии, с позиции буржуазии. Но, тем не менее, предложение исключить Берштейна из немецкой социал-демократической партии не прошло, и, в общем-то, он оставался в ней. Более того, вот это направление постепенно в немецкой социал-демократии, оно стало ведущим. И если проследить в дальнейшем всю историю развития вот этого направления в Германии, то мы увидим, что, в общем-то, оно сохранилось и до наших дней. То есть, так называемое левое движение, да, или левые, так называемые, партии, они, в общем-то, по сути дела, в Европе имеют в своем, так сказать, идеологическом багаже как раз теорию социальных реформ, теорию постепенных изменений, так сказать, сглаживания классовых противоречий, которую выдвинул Эдуард Берштейн. Поэтому, не зря, есть такое высказывание, что роль Берштейна, который, в общем-то, был подвергнут критике, а потом, несмотря на то, что его учения, его воззрения, они были приняты на вооружение, ну, он как-то остался незамеченным, да, непрославленным. Влияние Берштейна сказалось и в дальнейшем на судьбе, даже если мы проследим его основные идеи, на судьбе и коммунистической партии в нашей стране. Потому что те идеи, которые он выдвигал, ну, например, идеи отказа от диктатуры пролетариата, да, мы знаем, что в 1951 году в третьей программе партии был произвошен отказ от диктатуры пролетариата и объявлялось о том, что классовая борьба уже не является такой, ну, по сути дела, отказ от классовой борьбы и то, что государство переставит быть государством, наше советское государство переставит быть государством. Диктатура пролетариата становится общенародным государством, поскольку в государственное управление вовлечены широкие массы народа. Об этом писал еще и Дорф Бернштейн о том, что по мере того, как происходит расширение демократии, все более и более широкие слои населения вовлекаются в государственное управление путем муниципализации, как он это называл, то есть управление на низовом уровне. Соответственно, стираются классовые различия, рабочий перестает быть просто рабочим, он становится гражданином своей страны и как гражданин уже не подвергается такой дискриминации, эксплуатации, поэтому ни о какой диктатуре пролетариата речь идти не должна, а речь идти должна о том, что надо постепенно улучшать положение рабочего класса, развивая средства производства, делясь собственностью, каким образом? В виде акций, да, то есть каждый становится акционером, каждый становится собственником и, соответственно, если у тебя есть собственность, то ты уже не пролетарь, да, соответственно, несмотря на то, что, может быть, доля твоей собственности настолько мелка, то, естественно, никакого участия в управлении этой собственностью, этими средствами производства, не принимаешь, не принимаешь. Как мы видим, вот эта идея всеобщего участия в собственности на средства производства, но не путем об обществлении этой собственности, да, то есть, чтобы собственность была действительно общественной, которая выступает в первый период коммунизма, в первую фазу коммунизма как государственная форма собственности. А вот собственность, разделенная между всеми членами общества, мы видим, что у нас то же самое произошло, так называемую, приватизацию, да, то есть, вроде как, все поделили, раздали всем по ваучеру, а потом оказалось, что у одних ничего нет, а у других почему-то оказались собственности, собственности заводы, газеты, пароходы и так далее. Хотя, вроде, делали все так, чтобы сгладить эти различия, да, на самом деле различия только усугубились. То есть, мы видим, что вот это влияние берштейненства, оно простирается довольно далеко, то есть, оно доходит до наших дней, собственно говоря. И это именно один из факторов, который нас подталкивает к тому, что мы должны это учение изучить, ну его, скажем так, свод его положения, да. Какой еще момент важен для нас? Ну, если мы откроем берштейна, книга эта, в общем-то, доступна, она есть в интернете, правда, не в очень удобном формате, отсканированном, есть она в печатном варианте. Ну, здесь надо заметить, что в России, в царской России, книга берштейна, она была правительственными кругами тоже воспринято очень хорошо, положительно, то есть, в правильном направлении, так сказать, двигала рабочих и издавалась три раза. Три раза она была издана. Ну, вот то, что сейчас переиздано, то, что доступно, оно, в общем-то, это не новый какой-то перевод, это репринт, по сути дела, в старой дореволюционной орфографии. Тем не менее, в общем-то, все понятно, не так сильно она изменилась. Ну, и его идеи, конечно, нужно читать не для того, чтобы их усвоить, да, и с ними дальше идти по жизни, у нас задача несколько другая, а для того, чтобы понять, что, в общем-то, все, вся современная, так называемая, критика марксизма, она, по сути дела, ничем не отличается от того, что постулировал Берштейн. И если нас, коммунистов, упрекают в том, что вот у нас застыла, теория застыла, мы ортодоксы, мы вот руководствуемся идеями, которые были сформулированы там полтора века назад, что за это время мир ушел вперед, все изменилось, капитализм изменился, общество изменилось, рабочий класс изменился, и невозможно применить те постулаты, которые выдвигал Маркс современному обществу капиталистическому, и что вообще это уже не совсем капиталистическое общество, да, это посткапиталистическое, каково информационное общество, теперь уже появился термин постинформационное общество, это вообще непонятно, что такое. Вот, ну вот почему-то в этом постинформационном обществе все аргументы против марксизма, они, так сказать, застыли на уровне Бернштейна, примерно. Хотя сам Бернштейн очень тоже очень интересно критиковал, и его, скажем так, последователи, они оказались в такой немножко странной ситуации, потому что он выдвигал тезис, но его никак не развивал, то есть особого развития и такого доказательства, ну, собственно говоря, он не мог провести убедительных доказательств, потому что ложь доказать очень сложно. критики Бернштейна, они всегда имели богатую почву для своих суждений, потому что, собственно говоря, он постоянно где-то ошибался, где-то высказывался неправильно, но, соответственно, критиковать было просто, развивать довольно сложно. Но, тем не менее, то, что мы имеем сейчас из критики марксизма, это, по сути дела, отголоски того самого Бернштейна и Бернштейнеанства. И, опять-таки, изучая Бернштейна, мы изучаем так, как отвечал на его, так называемую, критику марксизма Владимир Ильич Ленин и Плеханов, и Кауский, мы, соответственно, можем ответить современным критикам марксизма примерно в том же духе, примерно в том же ключе. В том же ключе. Ну вот, наверное, по тому, что достаточно я привел довода для того, чтобы стало понятно, что надо все-таки этот вопрос рассматривать, надо его изучать, ну, изучать, естественно, в ключе критическом и в ключе научном. В ключе научном. Так, потому что только свет науки может вот эту тьму развеять. Эту тьму развеять. Значит, если взять работу основную условия возможностей социализма, задачи социал-демократии, хочу нам показать обложку эти книжки, у меня обложка пирались, да, как он выглядит. Желающие могут его найти. Ну, по углавлению. Очень, по сути дела, в первой главе, в первой главе он начинает так, как, в принципе, начинают многие критики марксизма, тут он излагает, собственно говоря, основные постулаты марксизма, и сначала кажется, что он такой убежденный даже марксист, как он все хорошо изложил, четко, без лишних слов, что называется. Ну, а дальше начинается уже, собственно говоря, со второй главы начинается критика, да. и критика это состоит в том, чтобы сходу отвергнуть, по сути дела, какой-то основной из постулатов и, ну, попытаться, значит, это как-то доказать. Во второй главе нападкам подвергается философия, по сути дела, да, мы знаем, что марксизм так разделяется, если можно так выразиться, на три составные части. Это философия, да, нет, это мы говорим об источниках. Есть источники, есть три составные части. Если говорить о составных частях, то это философское учение, да, то есть это диалектический материализм, это экономическая теория марксизма, в основе которой лежит учение о прибавочной стоимости, и это политическая теория марксизма. Вот, собственно говоря, основным постулатом которой является теннис о диктатуре пролетариата. гиггерская диалектика она пронизывает все здание марксизма, нее, собственно говоря, многие вещи, они остаются непонятыми или непонятыми до конца, по крайней мере. ну и вот, соответственно, Мирштейн нападает на диалектику, защищает схоластику, защищает предыдущие философские системы, и буквально в нескольких местах он прямо говорит о том, что диалектика она является самым слабым свином в марксизме. Вот там, где, дескать, невозможно доказать что-то фактами, невозможно опереться на какие-то достоверные сведения, здесь приходится додумывать и вот Маркс вытаскивает так сказать диалектику и с помощью диалектических приемов доказывает то, что иначе доказать не могут. Ну и как пример, собственно говоря, тоже даже забегая даже вперед в экономическую теорию, вот он пишет о том, что поскольку стоимость нигде не проявляется на поверхности, то есть она в развитом капиталистической системе производства и системе обмена нигде стоимость не фигурирует. Ну, раз она нигде не фигурирует, а поскольку это такая абстракция чистой воды, то, дескать, и нечего о ней говорить. Теория прибавочной стоимости, она основывается исключительно на таких философских диалектических рассуждениях, и она также субъективна, как, например, теория предельной полезности, бембоверка, значит, соответственно, теория предельной полезности, она имеет то же самое, такое же право на существование, как теория прибавочной стоимости. То есть, с одной стороны, пытается нанести удар по диалектике как основе метода, а с другой стороны, вот сразу, так сказать, пытается выбить почву из-под ног по сути дела самого рабочего движения, потому что даже экономическая борьба, она идет за то, чтобы уменьшать прибавочный продукт, да, и увеличивать продукт необходимый. А если никакого прибавочного продукта нет, то о чем в общем мы говорим? Все субъективно. Вы субъективно считаете, что ваш труд стоит, ну не ваш труд, а ваша рабочая сила, она стоит столько, то вам нужно платить такую зарплату, но капиталист считает, что ваша полезность значительно меньше, поэтому вам столько и платят. И то же самое касается обмена товаров, то есть, если нет обмена по стоимости, ну и тогда все вот это так сказать издание оказывается очень шатким. мы видим, что в дальнейшем опять-таки вот это пренебрежение диалектикой, оно сыграло очень плохую роль в том числе и в развитии коммунизма в нашей стране. то есть по сути дела то же самое отказ от классовой борьбы, непонимание стоимости как категории капиталистического производства оно привело к тому, что и с одной стороны и в политике, с другой стороны и в экономике когда стали ориентироваться на стоимостные показатели, соответственно экономика стала меняться, характер экономики меняться из непосредственно общественного производства она стала превращаться в производство капиталистическое по сути дела, потому что если есть у товара есть стоимость, значит стоимость есть у рабочей силы это неизбежно практически то есть товар стоимость рождает товар а товар соответственно товар приводит к возникновению капитализма. ну в отношении гиггеровской диалектики вы знаете что Владимир Ленин он твердо стоял на позициях диалектического материализма и вы знаете опять же его знаменитое высказывание о том, что нельзя вполне понять капитал Маркса особенно первой главы не проштудировав всей науке логики Гегеля и в последней работе Ленина о воинствующем материализме он говорит о том, что мы все должны становиться кружком гиггерской любителей гиггерской диалектики и материалистически ее истолковывать здесь нет конечно прямого такого обращения прямого прямой критики Бирштейна и вот кстати сказать на этот момент Владимир Ленин именно в своих критических высказываниях в отношении Бирштейна наверное обращал меньше внимания может быть на тот момент на первый план выдвигались именно политические моменты политические требования насущные вопросы развития социал-демократии в нашей стране поэтому вот нападки на философию они немножко как-то остались незамеченными или по крайней мере не откомментированными Владимир Владимирович Дальше идет нападение на если говорить о Бирштейне нападение на политическую тему ну и здесь два аспекта первое соответственно в отношении в отношении того за что ведется борьба то есть борьба социал-демократов не должна идти за диктатуру пролетариата но должна идти за политическую власть каким образом осуществляться здесь каким образом вот во второй главе еще об этом речи не идет а речь идет о политической тактике марксистов и соответственно здесь Бирштейн пишет о том что собственно говоря ничем она не отличается от тактики бланки и бланкизма то есть это то же самое что революцию делает группа революционеров соответственно это все равно заговор все равно это узкий круг людей которых которые приходят власти мы мы что владимир член четко совершенно разделял что что есть бланкизм как твердин и что есть революция которая есть движение народных масс но революция хотя сама революция она не может совершаться по воле отдельных лиц но вот кульминация революция вооруженное восстание да это является военным искусством и здесь никакого заговорчества нет есть четкая организация это определенная задача которую должен решить авангард класс авангард класс что здесь еще Бернштейн нам значит о чем нам Бернштейн пишет Бернштейн пишет о том что почему почему мы сбился с мысли увлекшись мыслями вооруженного восстания немножко сбился да за что ведется борьба значит за что ведется борьба борьба пролетариата и собственно говоря должна ли должна ли вестись вот эта борьба собственно говоря что пишет по этому поводу Владимир Ильич довольно много уже говорил вооруженного наверное надо перейти к Ленину иначе может сложиться впечатление о том что я пропагандирую а вместо диктатуры а диктатуру пролетариата значит диктатуру пролетариата он объявляет невозможный потому что ну пролетариат это не тот класс который может осуществлять государственную власть он малообразован он темен он так сказать с низкими моральными качествами и он неорганизован и собственно говоря не может никакой осуществлять государственную власть и как подтверждение значит подтверждение он тоже в духе кстати сказать современных вполне критиков марксизма вот он берет цитату значит о том что рабочий класс не может просто овладеть существующей государственной машиной и на этом он ее заканчивает собственно говоря то есть нет продолжения а что там продолжения самое то главное в продолжении развивает он конечно нет он просто приводит эту цитату что вот где скотин так считал не может овладеть государственной машиной и все а кто может овладеть может овладеть вот группа лиц так сказать группа революционеров а рабочий класс не может а то что там дальше написано что он должен разбить сломать да и так сказать построить на ее месте свою государственную машину вот это напрочь так сказать им отметается так вот что собственно говоря пишет Ленин если так просумнировать социал и социал демократия должна из партии социальных социальной революции превратиться в демократическую партию социальных реформ это политическое требование Берештейна обставил целый батарей довольно стройно согласованных новых аргументов и соображений новых в кавычках отрицалась возможность научно обосновать социализм и доказать с точки зрения материалистического понимания истории его необходимость и неизбежность отрицался факт растущей нищеты пролетаризации и обострения капиталистических противоречий объявлялась несостоятельным самое понятие конечной цели и безусловно отвергалась идея диктатуры пролетариата отрицалась принципиальная противоположность либерализма и социализма отрицалась теория класса борьбы неприложимая будто бы к строго демократическому обществу управляющему согласно воле большинства и так далее и так далее то есть по сути дела все что есть в марксизме отрицалось и вообще честно говоря непонятно как этот человек остался ну только остался социал-демократической партией после этого по сути дела таким образом требование решительного поворота от революционной социал-демократии к буржуазному социал-реформаторству сопровождалось не менее решительным поворотом буржуазной критики всех основных идей марксизма а так как эта последняя критика велась уже изданно против марксизма и с политической трибуны и с университетской кафедры в массе брошюры в ряде ученых трактатов так как вся подрастающая молодежь образованных классов в течение десятилетий систематически воспитывалась на этой критике то неудивительно что новое критическое направление в социал-демократии новое критическое тоже кавычка вышло как-то сразу вполне законченным точно Минерва из головы Юпитера по своему содержанию этому направлению проходилось развиваться и складываться оно было прямо перенесено из буржуавной литературы социалистическое кавычка да то есть Ленин пишет о том что по сути дела под предлогом критики под предлогом развития как сейчас тоже любят это слово развитие марксизма значит предлагается по сути дела отказ от него отказ от основополагающих принципов ну и естественно откуда как говорится ноги растут да откуда все это исходит исходит это из противоположного класса то есть по сути дела Берштейн явился таким проводником интересов и идей гуржуазии в социал-демократическом социалистическом движении того времени того времени значит а как устроить власть то он не пишет выбор не выбор здесь смотрите дальше дальше пишет о чем о чем пишет Берштейн в третьей главе экономическое развитие современного общества ну здесь он пытается проверить те же стоимости об этом я уже отчасти говорил и дает он довольно подробную такую развернутые данные о том как развиваются мелкие и средние предприятия в Германии как вот они занимают все больше и большую долю рынка значит соответственно отголоски этого мы и сейчас собственно слышим когда нам говорят о том что а вот вовсе не крупный капитал преобладает в мире да ну что какой крупный крупные компании это вот ерунда а основной это массы мелкие средние они составляют ядро современной экономики вовсе не так называемой системообразующей отрасли которые как раз находятся в руках крупнейших корпораций такие какие отрасли как машиностроение да это военная естественно промышленность это энергетика то есть то что собственно говоря составляет костяк крупная машинная индустрия которая составляет основу капитализма по сей день и здесь конечно никакие мелкие да там могут быть какие-то скажем так в рамках разделения труда какие-то отдельные вещи выполняются на предприятиях мелких мелких или средних но тем не менее они все работают на крупные корпорации и опять-таки имеет место подчинение промышленного капитала капиталу финансовому то есть имеет капитал банковского то есть имеет место финансовый капитал ну вот Бирштейн уже вот в то время пытался так сказать доказать что крупные предприятия не играют такого значения а значения играют именно мелкие и средние ну и пишет он о том что доходы тоже распределяются не так как вот собственники только все получают а дескать основная масса населения не получает нищая да смотрите идет рост числа акционеров все все больше и больше акций выпускается все больше и больше людей владеет этими акциями соответственно собственность распространяется на более широкие слои общества и нет никакой концентрации собственности в руках небольшого небольшого круга людей как раз происходит наоборот ну здесь понятно что во-первых мелкие держатели никакого значения не имеют в плане управления этой собственности это раз ну а второе есть капитал фактически есть капитал фиктивный тот кто выпускает эти акции он является настоящим собственником независимо от того кто потом их так сказать в каких-то небольших количествах приобрел вот значит о чем пишет еще вот здесь интересный такой пытаясь пытаясь провернуть Маркса он рассматривает вопросы кризисов капиталистического производства вот пишет он к вопросу о прибавочной стоимости о произведенной прибавочной стоимости что дескать прибавочная стоимость она ее не может быть потому что ее не смогут потребить ни капиталисты не их слуги соответственно теория прибавочной стоимости поэтому не верна никакой прибавочной стоимости нет потому что она бы не могла никуда потребляться хотя понятно что основная часть этой прибавочной стоимости она потребляется не как потребительная а как производительная то есть она вкладывается в расширение производства хотя само по себе расширение производства оно тоже напрямую связано напрямую связано с потреблением то есть расширять производство имеет смысла тогда когда есть потребление ну и кризисы он связывает с соответственно с недостаточным потреблением как раз рабочими и, дескать, увеличивая потребление рабочих, можно с этими кризисами справиться и все будет хорошо соответственно. Он отрицает то, что кризисы являются неотъемлемой характеристикой капитализма, кризисы перепроизводства, а то, что это временное какое-то экономическое явление, которое можно, собственно говоря, сгладить, снивелировать и этого избежать в дальнейшем. Ну и соответственно, по мере того, как уровень доходов выравнивается, эти классовые противоречия тоже сглаживаются и, соответственно, пролетариату, собственно говоря, надо бороться не за то, чтобы получить политическую власть и с помощью политической власти уже радикально улучшить свое экономическое положение, а просто спокойно ждать пока от развития производства и распределения национального богатства, которое здесь умалчивается, да, кто его осуществляет, собственно говоря, не само по себе это будет распределяться. Вот эти различия уничтожат и тогда не надо будет, собственно говоря, не за что бороться. Не надо не за что бороться. Вот таким образом обстоит дело Уберштейна. Естественно, что Ленин возражает и в работе нашей программы пишет о том, что мы все стоим и все целом на почве теории Маркса. Она впервые превратилась в социализм из утопии в науку, установила твердые основания этой науки и наметила путь, по которому должно идти, развивая дальше эту науку и разрабатывая ее во всех частностях. Она раскрыла сущность современного капиталистического хозяйства, объяснив, каким образом наем рабочего, купля рабочей силы, прикрывает порабощение миллионов неимущего народа кучки капиталистов, владельцев земли, фабрик, рудников и прочих. Она показала, как все развитие современного капитализма клонится к вытеснению мелкого производства крупным и создает условия, делающие возможным и необходимым социалистическое устройство обществу. Она научила видеть под покровом укоренившихся обычаев политических интриг, мудреных законов, хитросплетенных учений, классовую борьбу, борьбу между всяческими видами имущих классов с массой неимущих, с пролетариатом, который стоит во главе неимущих. Она выяснила настоящую задачу революционно-социалистической партии – не сочинение планов переустройства общества, не проповедь капиталистам и их прихвостям об улучшении положения рабочих, не устройство заговоров, а организацию классовой борьбы пролетариата и руководству этой борьбой, конечная цель которой – завоевание политической власти пролетариатам и организация социалистического общества. И мы спрашиваем теперь, что же внесли нового в эту теорию те громогласные обновители ее, которые подняли в наше время такой шум, группируясь около немецкого социалиста Берештейна. Ровно ничего. Они не подвинули ни шаг вперед той науке, которую завещали нам развивать Маркс и Энгельс. Они не научили пролетариат никаким новым приемам борьбы. Они только пятились назад, перенимая обрывки остальных теорий, проповедуя пролетариату не теорию борьбы, а теорию уступчивости. Уступчивости по отношению к злейшим врагам пролетариата, к правительственным буржуазным партиям, которые не устают изыскивать новые средства для травли социалистов. Вот таким образом Ленин характеризует Берештейна совершенно четко и совершенно однозначно. Почему Ленин говорит о том, что не сочинение планов переустройства вообще не проповедь капиталистов? Потому что Берештейн в конечном счете договорился до того, что объявил, что никакой цели, собственно говоря, конечной движения социал-демократического нет. То есть цель – ничто, а движение – все. То есть главное – это движение. Это движение – это постепенное развитие, это развитие, так называемого гражданского общества, когда все становятся гражданами, когда все становятся собственниками, когда выравнивается разница между классами, соответственно, никакой необходимости в революции, в установлении диктатуры пролетариата. Ничего этого не нужно. Все сами собой, общество, так сказать, развиваем производительные силы, оно приведет к тому, что в обществе все станет хорошо, никаких классовых противоречий не будет. Более того, он пишет тоже о том, что уже и сейчас, собственно говоря, когда вот, по крайней мере, в тех странах, где завоеваны политические права, уже нет такой разницы между классами. Нет угнетателей, угнетенных. Есть граждане страны, большой, да, ничего вам это не напоминает? Мне кажется, что очень напоминает сегодняшнюю проповедь, которую мы слышим от наших буржуазных кругов. Давайте отриняем. Какие классовые различия? У нас вообще не капитализм, да, у нас вот демократическая республика, у нас гражданское общество, вот его мы должны развивать, и никаких, так сказать, потрясений нам не нужно. Значит, соответственно, если... чем тогда должна заниматься, собственно говоря, социал-демократия, если она с рабочим движением никак не связана? Рабочие ведут свою экономическую борьбу, они ведут ее стихийно. Кстати сказать, здесь тоже Берштейн очень интересный пассаж допускает. Он говорит о том, что в некоторых случаях, конечно, забастовки рабочих могут принести некоторую пользу, но, в общем, они вредны, потому что они вредят всему обществу. Потому что ухудшается, да, так сказать, экономика ухудшается, значит, если экономика ухудшается во время забастовки, значит, всем становится плохо. Поэтому бастовать рабочие могут, конечно, но лучше бы они не бастовали. Поэтому наши экономисты, они даже немножко как-то вот в этом плане сделали шаг вперед, то есть они более прогрессивны по отношению к Берштейну, потому что они говорили о том, что все-таки рабочие, как бы, это их неотъемлемое право вести, собственно говоря, борьбу за свои экономические интересы, по крайней мере, да. Это не значит, что экономизм прогрессивное явление, но, тем не менее, вот если сравнивать, то из них хуже, то Берштейн, в общем-то, так сказать, как папа ревизионизма, он оказывается хуже. Интересный также пассаж у Берштейна есть по поводу колоний. Ну, надо как-то обеспечить вот это растущее благосостояние, да, прибавочной стоимостью особо не хотят делиться капиталисты, значит, ну, он пишет в таком ключе, что мы же пользуемся товаром, мы же потребляем товары из колоний, ну, почему тогда нам не иметь, собственно, и самих колоний? Никакого противоречия социал-демократии в этом нет. Пусть будут колонии, ничего страшного, а то, что там люди, так сказать, которые явно подвергаются, да, эксплуатации, чрезмерно, то есть они испытывают двойной гнёт из своих собственных, так сказать, волосителей и иностранного капитала, это остается за капотом. И вот здесь вот тоже интересно, это уже прокладывает, так сказать, дорожку к, так называемому, социал-шевинизму, да, ведь мы видим, что есть люди, которые могут, ну, так сказать, да, вот в цивилизованной части мира, они ко всему этому причастны, то есть у них будет сглаживаться классовое противоречие, у них всё будет более-менее хорошо, а вот всё, так сказать, то, что плохо, оно будет оттесняться на периферию мира, и, соответственно, там, в колониях, понятно, что прибавочная стоимость будет выжиматься по полной, естественно. И вот эти признаки, которые мы видим, да, то есть классовый мир, социал-шевинизм, ну, понятно, к чему это пролагает дорогу, пролагает дорогу, это, по сути дела, к фашизму, потому что квинтэссенция, да, развитие, последовательно убеждённое развитие буржуазной идеологии, и проповедь её в рабочем движении, она не может привести ни к чему другому, кроме как к идеологии фашистской. Поэтому вот Дуарн Бирштейн такой не с виду только безобидный, и вроде как он критик, да, критик марксизма, а на самом деле последствия его теорий, его внедрения в социал-демократию, они, в общем-то, по сути дела, очень и очень серьёзны, очень и очень серьёзны. Вот, значит, соответственно, социализм, получается, о котором пишет Бирштейн, это социализм не для всех, да, это социализм такой, как мы вот сейчас видим так называемый социализм, ну вот в некоторых странах западной Европы, да, то есть для какого-то узкого, ну, небольшого относительно государства, с небольшим населением можно обеспечить такое более-менее благоденствие для граждан. Естественно, они не могут там принимать какие-то ключевые решения, и понятно, что там сохраняется эксплуатация, для нас понятно. Но, по видимости, это получается такое вот социализм, за счёт чего это может быть? Только за счёт ограбления всего остального человечества. Мы видим, что, собственно говоря, даром-то это не проходит, и весь остальной мир, он, в общем-то, не готов мириться с такой теорией социализма, и люди, которые приезжают из стран, которые сейчас формально не являются колониями, но, по сути, экономически находятся в жестокой зависимости, не говоря уже о прямом вмешательстве внутренних делах стран, они, в общем-то, с этим социализмом пытаются разобраться своими методами. Вот, таким образом, если говорить о Бернштейне, мы видим, что, по сути дела, все моменты марксизма, все основные постулаты марксизма, он пытается опровергнуть. Он пытается, он опровергнуть с точки зрения буржуазных течений. Ему это не удаётся. Не удаётся, потому что те доказательства, которые он приводит, они, в общем-то, ну, скажем так, рассыпаются, да, при последовательном рассмотрении, при применении того же метода исторического материализма и диалектического материализма. Более того, мы понимаем, что и исторически тоже, в общем-то, Бернштейн оказался неправ, потому что пролетариат, рабочий класс России, вооружённый передовой теорией Маркса, он смёл, фактически, да, вот эти вот возражения и критику. Он доказал то, что пролетариат может организоваться в класс для себя, то пролетариат в состоянии завоевать политическую власть, установить диктатуру пролетариата, с помощью построить своё государство, государство диктатуры пролетариата в форме совета. Соответственно, с помощью государства диктатуры пролетариата Это осуществить обобщисление средств производства и превратить, по сути дела, в капиталистическое производство, в производство социалистическое. То есть, направленное на производство прибыли в непосредственно общественное производство, направленное на всеобщее благосостояние и свободное всестороннее развитие всех членов общества. То есть, Владимир Ильич Ленин, можно сказать, он не только выступил как теоретик, не только в теоретической борьбе победил Бирштейна, но и доказал практически, как практика, как известно, критерии истины, о том, что учение Маркса верно. Действительно, борьба классов неминуемо ведет к установлению диктатуры пролетариата, то диктатура пролетариата ведет к уничтожению классов. До этого момента мы не дошли, к сожалению, потому что в головах правящей партии коммунистической, к сожалению, видимо, в том числе и окопались эти и Бирштейна, которые стали их внедрять в рабочий класс. И, к сожалению, вот это привело к тому, что произошел отказ от диктатуры пролетариата и в дальнейшем произошла реставрация капитализма. Но об этом мы уже говорили здесь многократно. Значит, соответственно, для того, чтобы в следующий раз этого не произошло, мы должны в том числе изучить теоретические воззрения наших врагов для того, чтобы под маской новых, так называемых, теорий, которые нам пытаются проповедовать, отличать вот это старое, так сказать, дряхлое, прогнившее Бирштейнянство и, соответственно, противопоставлять ему четкое, научное марксистское мировоззрение. У меня все, пока. Перерыв. Перерыв. Продолжим наше сегодняшнее занятие. Ну, о Бирштейне, я думаю, что достаточно подробно мы сегодня поговорили, хотя, конечно, эта тема, она, может быть, требует еще более углубленного изучения и более такого широкого раскрытия. Потому что, скажем, вот какой-то отдельной статьи, посвященной именно критике Бирштейна, я вот у Владимира Ильича Ленина не нашел. Возможно, потому что такую развернутую критику дали, опять же, Каус и Плеханов. Возможно, потому что именно приложение или применение теории Бирштейна, и преломление ее в российской социал-демократии, оно имело для Владимира Ильича большее значение, потому что здесь, собственно говоря, он уловил главную опасность, которая состояла в том, что бирштейнянство, по сути дела, вносило буржуазную идеологию в рабочий класс. Буржуазные идеи, буржуазные ценности и вносило через представителей социал-демократии, то есть через людей, которые заслужили доверие рабочего класса, то есть это не были явными такими представителями буржуазии, да, они сами не капиталисты, они вроде как за улучшение жизни рабочих, за социальный прогресс, и поэтому, в общем-то, эти идеи из уст социал-демократов, они были более вредны и более опасны для рабочего движения и для перспектив развития общества, чем тогда, когда они исходили из скафедр, так сказать, из уст явных защитников, явных сикофантов, как их называл Маркс, буржуазии. В этом была опасность, и так как было преломлено вершинянство в России, выразилось это в экономизме, оно тоже, в общем-то, на том этапе развития социал-демократии в России тоже играло отрицательную роль. Наши, ряд наших социал-демократов восприняли вершинянство, его идеи таким образом, что рабочий класс должен вести экономическую борьбу, а социал-демократия вместе с прогрессивной частью буржуазии должна вести борьбу, политическую борьбу за демократию. Понятно, что эта демократия не пролетарская, поскольку здесь пролетариат остается в стороне, а демократия буржуазная, то есть соединение, так сказать, не с рабочим классом, а соединение с буржуазией. И опасность была в том, что, в общем-то, уже рабочее движение к этому моменту в России уже соединилось с социализмом, то есть соединение это произошло, да, какое-то время рабочее движение шло отдельно, это действительно были стихийные выступления, стихийная борьба за свои экономические интересы, и параллельно развивались идеи социал-демократии. В чем был период, когда царское правительство не очень, так сказать, обращало внимание на социал-демократов и даже в какой-то степени приветствовало, потому что в идеологической, в теории, в идеологии они боролись с народовольцами, с народничеством, да, было такое противостояние идейное, а царское правительство считало народовольцев своим основным врагом. Но потом, когда рабочие восприняли, то есть когда социал-демократы пошли к рабочим, и стали учить их, да, стали их вносить, вот это сознание политическое, вносить научный социализм в рабочее движение, конечно, спохватилось, естественно. Царское правительство стали производить аресты и так далее. Соответственно, здесь к моменту возникновения экономизма, по сути дела, вот был такой кризис, да, кризис, и было важно, куда дальше пойдет рабочий движение, с кем оно будет. Либо оно пойдет по пути вот этого вершинеанства, реформизма, либо пойдет по пути революционному, по пути все-таки научного социализма и завоевания пролетариатом политической власти. Поэтому основное, конечно, острие критики Ленина было обращено именно на наших представителей социал-демократии, которые выступали за то, что мы должны поддерживать вот эту стихийную борьбу рабочего класса за свои экономические интересы. Ну и по мере того, как эта стихийная борьба будет развиваться, рабочий класс сам собой придет к необходимости политической борьбы. То есть провозглашалась необходимость такой этапности, что сначала идет борьба за экономические интересы, в которой рабочий класс окрепнет, приобретет силу экономическую, и, соответственно, поняв, что дальнейшее движение по этому идти бесперспективно, обратится к борьбе политической. Против этого Ленин резко выступал и говорил о том, что нельзя разрывать борьбу экономическую, борьбу и борьбу политическую, что борьба должна сразу вестись, в том числе и за политические интересы, что нельзя суживать, когда рабочие уже политизированы, по сути дела, они уже реагируют на угнетение и несправедливость в отношении других слоев общества. Он проводил пример, например, при студенческих выполнениях, что рабочие выступают. Они уже сами стихийно выступают, демонстрации проводят в поддержку студентов, а социал-демократы говорят о том, что это не надо, занимайтесь борьбой со своим капиталистом и с капиталистическим правительством. Крупная работа, которые, ну, две работы, вот с чего начать и что делать. Ну, что делать, как раз Владимир Ильич в этой работе очень подробно рассматривает вопросы и теоретической слабости экономистов, чем они вызваны, и тем, чем нужно, собственно говоря, заниматься. Чем нужно заниматься? А нужно, собственно говоря, заниматься организацией рабочего движения и вносить социализм, научный социализм в рабочее движение. То, для чего предназначена коммунистическая партия. И Ленин пишет о том, что рабочий класс по своему положению не в состоянии самостоятельно выработать социалистическую идеологию. Идеология социалистическая, она вырабатывается среди представителей буржуазной интеллигенции, лучших ее представителей. И может быть внесена в рабочий класс только извне. Только извне. То отдельные представители рабочего класса могут подняться до осознания необходимости политической борьбы, до научного социализма. Но здесь они уже выступают не как представители рабочих, а как мыслители, как теоретики. Соответственно, задача интеллигенции это как раз вот этот научный социализм, теорию Маркса внести в рабочее движение для того, чтобы цели борьбы, конечная цель борьбы была ясна, и чтобы вся борьба, в том числе борьба экономическая, она была подчинена борьбе за коренные интересы. Соответственно, и для этого необходима организация. Такой организацией может быть только партия политическая. Политическая партия, которая должна координироваться, работа которой должна координироваться в рамках всей страны. Но на том этапе Ленин считал, что газета, как центральный орган будет как раз таким коллективным организатором. Но в дальнейшем, собственно говоря, функции коллективного организатора выполняют не только газеты, то есть был центральный комитет, был центральный орган, потом не соединились. По сути дела, то есть организация не только газета, но и центральный комитет руководил всей деятельностью партии. Владимир Личвин в работе «Насущная задача нашего движения» писал так. «Социал-демократия есть соединение рабочего движения с социализмом. Ее задача не пассивное служение рабочему движению на каждой его отдельной стадии, а представительство интересов всего движения в целом. Указание этому движению его конечной цели, его политических задач, охраны его политической и идейной самостоятельности. От органы от социал-демократии рабочее движение мельчает и необходимо впадает в буржуазность. Ведя одну экономическую борьбу, рабочий класс теряет свою политическую самостоятельность, становится хвостом других партий, изменяет Великому Завету, освобождение рабочих было делом самих рабочих». И дальше он пишет, что во всех странах был период, когда рабочие движения и социализм шли отдельно, но они соединялись, и именно соединение социализма с рабочим движением создавало прочную основу и для рабочего движения, и для социализма. Процесс этой выработки очень сложный, и ничего удивительного нет в том, что он сопровождается разными колебаниями и шатаниями. Ну вот в борьбе с этими колебаниями и шатаниями, о которых пишет прямо в работе «Что делать? Что делать? Прекратить колебания и шатания». Вот что нужно сделать. Да, и заняться, собственно говоря, организацией политической и экономической борьбы рабочего класса, не отрывая их друг от друга, поскольку это одна и та же классовая борьба. Одна и та же классовая борьба. Я думаю, что появились вопросы по нашему сегодняшему семинару. Или, может быть, кто-то хочет высказаться. У вас, по-моему, были какие-то соображения. Но вы сегодня историческую часть вообще не касались, поэтому ничего не сказать по этому поводу. Может, я сегодня говорю, что это нюансы вы перешли. Таня? А по нему у меня вопросов не было. Вы берешься нюансов, вопросов не было. Никто не присылал ничего. Насчет соединения научного социализма с рабочим движением, все-таки по советам, насколько депутат от советов, от производственной единицы должен быть партийным? Вопрос о том, то, что предстоит. Вопрос о партийной принадлежности. Обязательно, да? Дело в том, что советы, депутаты в советы избирают коллектив. Вот кого он выберет, в общем-то, это воля коллектива. Будет он партийным или беспартийным, или будет он принадлежать, так сказать, к коммунистической партии или к некоммунистической, зависит от того, собственно говоря, какую работу партия рабочего класса проведет в этом коллективе. Такого строгого, то есть это не может быть догмой, да? Это не может быть основой, что вот именно только член коммунистической партии будет членом совета, депутатом совета. Мы знаем, исторически складывалось так, что первоначально, изначально, да, в советы, допустим, в 17-м году, феврале 17-го, туда избрались в основном меньшевики, эсеры, большевиков было мало, правда, и многие из них находились в ссылке или в эмиграции за границей, то есть их было мало и физически просто, да, но и влияние их, в общем-то, было меньше на тот момент, и если бы не та работа в коллективах, которую, та пропаганда и агитация, которую вели, собственно говоря, коммунисты на заводах, на фабриках, доказывая, убеждая в своей правоте, что нужно двигаться дальше, что революция не может остановиться на данном этапе, это и привело к тому, что были отозваны представители других партий, мелкобружуазных, и большинство в советах получили коммунисты, соответственно, для того, чтобы, то есть этот вопрос нельзя пускать на самотек, надо понимать, что совет не обязательно будет коммунистический, и это составит проблему, туда могут проникать в том числе и антикоммунистические элементы, и мы знаем, что это происходило, действительно, вот эта борьба внутри советов, она может быть недостаточно пока изучена, но тем не менее, ясно, что она там шла, потому что не всегда могли убедить людей в том, что да, вот эти люди, коммунисты, должны быть представлены в совете, ну и, естественно, если говорить о сельских советах, то там влияние и кулаков неизбежно сказывалось, не могло не сказаться, на тот момент, ну и вообще, так сказать, людей, которые обладают авторитетом, связанным не обязательно со своей идеологической принадлежностью. Вот таким образом. А почему все-таки не жесткая система, что обязательно человек должен быть партийным, депутат от завода или фабрики? Ну, потому что это уже тогда будет не диктатура рабочего класса, будет диктатура партии. Пожалуйста, пусть убираем из тех, кто по сути дела. А те, кто капитал прочитал? Издал на какую-то оценку. Я думаю, в Китае просто это обязательно. Чтение капитала, ну, в Китае как таковых советов нет, насколько я понимаю, да? Вы знаем. Но чтение капитала, но человека не делает еще коммунистам. Капитал, хорошая книга, в том числе и для капиталистов. Они прекрасно ей пользуются. Вы думаете, они научились сглаживать кризисы, так сказать, капитализма, потому что не знаю, так сказать, не изучали в том числе капитал, изучали, конечно, прекрасно они его знают, может быть, лучше даже, чем многие коммунисты. Во всяком случае, для того, чтобы, если ты хочешь с чем-то бороться, ты должен изучить идеологию своего противника, и теорию. И в том числе все вопросы, мы сегодня как раз касались Бирштейна, не зря же он появился. Это, по сути дела, ответ буржуазии на то, что социал-демократия, конкретно марксизм, он начал соединяться с рабочими движениями. то есть рабочие стали проникаться идеями социализма научного. Значит, надо было вытеснить из голов рабочих. Чем вытеснить? Вытеснить буржуазными идеями, так сказать, ну, завернув их в такую вот обладку, чтобы эта пилюля была прогвочена. А вот может быть диктатура пролетариата тогда без советов? Если в Китае нет советов, то как же там тогда диктатура пролетариата? Совет это форма государственной власти. Владимир Ильич Ленин писал о том, ну, и до него Марк писал, что, наверное, мы увидим разные формы. Разные формы. Можно говорить о том, что советы являются имманентной формой, да, то есть наиболее четко выражающей сущность диктатуры пролетариата. Это не значит, что сущность не может являться в других более слабых формах, скажем так, в формах предшествующей, да, предшествующей власти. И Ленин тоже об этом писал, что, возможно, нам придется откатиться к парламентаризму, но мы тогда не откажемся от социализма. Поэтому социализм, как мы знаем, в Китае еще не построен. Он находится в переходном периоде. И держится все это на коммунистической партии, по сути дела. То есть соответственно, к чему приведет, к чем закончится этот переходный период, однозначно сказать нельзя. Конечно, если бы в Китае начали строить советы, это было способствовало укреплению диктатуры пролетариата. Пока партия, в общем-то, борется с разложением внутри себя китайская коммунистическая партия, она себя очищает, в том числе и, так сказать, убирая наиболее таких взорвавшихся партийных функционеров, которые тоже иногда ведут себя как богачи новоявленные. Но, тем не менее, вот это положение неустойчиво. И, по сути дела, мы знаем, что в форме Советов так устойчиво произошло только в Советском Союзе и продержалось дольше всего. То есть эта форма наиболее устойчива, но там, где ее нет, там социализм пал быстрее. Давайте вернемся к вопросу о выборе Совета. Ладно, вот это такое мнение, что люди, они, как грузы, и помещенные в банку с рассолом, они там маринуются. Ну, так вопрос вот в чем. Если в Совете, в Советах большинство марксистов, коммунистов, и туда заводим представителей от предприятия, которые не имеют противоположных интересов, то бишь он не какой-нибудь кулак или представитель буржуазии, а такой нейтральный, просто уважаемый, допустим, мастер-цепр завода. Мне кажется, что он пару лет, когда в Советах с коммунистами пообщается и убедится в том, что они на самом деле за него рандуют, за дело таких же, как он работяг, рабочий класс, что он со временем просто при ежедневном с ними общении просто примет их диктатуру как свою. Даже если он изначально никакого отношения не имел. Может быть, даже был приубежден. Мы рассматриваем какую-то абстрактную теоретическую ситуацию, если кто-то там будет выбран. Вот мне другое интересное в вашем вопросе прозвучало. Примет их диктатуру. Диктатуру кого? Диктатуру коммунистов. Вы считаете, что советская власть это диктатура коммунистов получается? Но это не диктатура коммунистов. Это диктатура рабочего класса. И он тоже так сказать вот это человека да абстрактный который попал в совет. Я думаю, что здесь ведь рабочий класс не случайно воспринял научный социализм да потому что он наиболее четко отразил коренные интересы которые может быть не осознавались рабочим классом они где-то чувствовались глубоко да потому что ведь ну да экономические интересы это понятно но есть еще и чувство справедливости и чувство собственного достоинства да которые так вот измерить наверное сложно но это то что при капитализме рабочий не может получить на самом деле поэтому я думаю что сейчас у нас задача это стоит в том чтобы вот вернуть во-первых доверие коммунистам потому что доверие сильно подорвано подорвано оно действиями прежде всего правящей верхушки коммунистической партии советского союза и по сути дела контрреволюционным переворотом который они произвели это раз второе более сложная такая задача это конечно ну заместить в рабочем движении буржуазную идеологию идеологии коммунистической это дело непростое и естественно что невозможно это сделать для всех для какой-то большой массы но должна накопиться определенная критическая масса в рабочем классе носителей носителей своей паралитарской идеологии пока мы видим только единицы рабочих которые действительно осознают и осознают социализм как свою идеологию как свой коренной интерес именно построение социализма второй момент это то что само по себе рабочее движение в России на данный момент оно довольно слабое то есть слабость заключается в том что по сути дела мы не видим не только массов но и вообще сколько значимых забастовок забастовка это основное оружие рабочего класса это фактически с самого момента его существования это средства борьбы и за экономические интересы и средства борьбы за политические интересы одно из средств сейчас мы этого не видим и задача коммунистов по сути дела на сегодняшнем на нынешнем этапе она не только в том чтобы соединить социализм с рабочим движением но и то чтобы организовать и поднять это само рабочее движение и поднимать его наверное сразу нужно до уровня политической борьбы то есть мы не должны разделять вот здесь вот мы боремся за экономические интересы да когда нибудь в будущем когда рабочий класс научится бороться за экономические интересы он начнет бороться и за политические во-первых не начнет сам без того чтобы этот социализм это цель конечной этого движения она не была внесена в него это раз и второе изначально эта борьба за экономические требования она должна выходить за рамки чисто экономических требований и поэтому такое важное значение имеет сейчас лозунг борьбы за 6-ти часового рабочего дня потому что это с одной стороны экономический лозунг с другой стороны это лозунг политический потому что это идет борьба за свободное время борьба за свободное время свободное время которое человек может и будет тратить на свое собственное развитие для того чтобы рабочий класс получил возможность развиваться получил возможность овладеть передовой теорией необходимо дать ему это свободное время ну и сама борьба сама борьба служит тому чтобы организоваться и подняться на уровень политической борьбы здесь ситуация у нас отличается от того что было в конце позапрошлого века и в начале прошлого века когда статичное движение было мощным и собственно говоря вот эту часть работы можно было не выполнять вот сейчас нужно заниматься этим каким образом это делать и вот здесь вопрос перекликается с вашим до советов то есть коммунисты должны работать в самих коллективах не не тогда когда один рабочий попадет в среду коммунистов и станет коммунистом а вокруг коммунист должен быть таким человеком что придя в коллектив вокруг него люди становились коммунистами вот путь на самом деле то есть непосредственно непосредственная работа в самих коллективах в том числе и по организации и той же самой экономической борьбы потому что сейчас надежды на то что рабочие как-то стихийно организуются и что-то будут бороться ее нет ничего стихийно сейчас делаться не будет надо понимать что если борьба там в конце девятнадцатого начале двадцатого века шла за уровень физического да фактически выживания по большому счету то есть рабочие реально голодали рабочие там ну жили нечеловеческих условиях то сейчас борьба идет немножко на другом уровне совершенно да то есть таких вот ну по крайней мере в развитых странах и у нас стране этого нет то есть борьба идет за более интересы более высокого уровня для того чтобы она велась она уже не может вести стихийно это не уровень инстинкта да она может вестись только сознательно и только организованно поэтому вот собственно говоря организации вот этой работы по в том числе поведению экономической борьбы коммунисты должны заниматься в коллективах собственно говоря ну вот если говорить о рабочей партии и российские театрами занимаются в том числе и эта работа над коллективным договором и это и работа по продвижению этого коллективного договора потому что другого способа введения сейчас по крайней мере да на данном уровне экономической борьбы не наблюдается да пожалуйста я хотел немного напомнить что после новомайской демонстрации нашей в смысле которую мы принимали участник партии вот я там видел сюжет по телевидению что вообще 70% людей вообще не знают что это за праздник по крайней мере то есть воспринимают просто как выходной день вот и соответственно когда мы шли в демонстрации я посмотрел по сторонам на людей для них это шоу ну то есть все стоят снимают как интересно какие-то забавные люди с флагом идут просто очень как бы пока беспроследность как бы я вижу понимание людей своих классовых интересов своих все остальное ну так и соответственно ну я же удар во руке конечно я думаю что наверное о беспросветности говорить нам не приходится это раз да значит условия в которых мы сейчас можем работать учиться пропагандировать и организовывать они значительно лучше чем были скажем так у наших предшественников условиях царской россии самодержавного гнета и так далее от этих всех моментов то что касается состояния умов ну здесь вы видите есть противоречивые данные по этому вопросу с одной стороны люди массово поддерживают там Иосифа Иосифа Сталина и советские ценности с другой стороны да праздник первого мая может восприниматься как просто праздник оторванный от борьбы за интересы трудящихся но это же не вчера появилось это собственно говоря этот праздник был праздником именно таким праздником он и был в советское время поэтому естественно многие так его и воспринимают забыв о том что в общем-то все что было завоевано практически да нашими прадедными дедами оно было отнято и собственно праздновать то особо нечего ну и отношение забавных людей да на первомайскую демонстрацию выходит действительно там в хвосте особенно буржуазия так сказать издевается над нашим праздником поэтому она вот разрешает даже поощряет я думаю что присоединение колонии разного рода так сказать людей в общем-то прокомментируют вообще не в пользу я просто еще добавлю что вы сказали что одна из задач коммунистов это восстановление авторитетов коммунистической партии и как я вижу один из фактов это это убирать коммунистическую партию из правящей верхушки потому что нахождение там КПР декоративует вообще идею коммунистического движения и соответственно уводит людей то есть пока она там находится как партия правящего ну как она называется правящая партия социализованность правящей партии якобы коммунистическое движение тоже не будет вызваться потому что люди будут как бы они видят там да коммунисты там где-то какие-то кто такие эти коммунисты как они там что это уже не важно а там есть все значит они там типа наши интересы представляют то есть пока там она будет как бы такой именно стимул к развитию коммунистического движения вообще среди людей я думаю нет ну для тех кто нет это второе я не знаю я не знаю как ответить на этот вопрос если я бы знал я бы больше не знаю ну просто это размышление понятно для тех кто учится в Красном университете наверное не секрет что коммунистическая партия Российской Федерации она коммунистической партией не является это партия мелкобуржуазная которая дрейфует в сторону буржуазной собственно говоря поэтому то что там написано у него на флаге что она коммунистическая оно большого значения не имеет это раз точно так же как сегодня мы вот разбирали Бернштейна который является социал-демократом а вот и Ленин был социал-демократом но где Бернштейн и где Ленин от этого что значит отказывался нужно было отказываться от названия социал-демократ когда время пришло от этого сказать потому что действительно произошло полное размежевание коммунистов и социал-демократии которые по сути дела отражают левое крыло буржуазного буржуазного политического спектра по большому счету точно так же и коммунистическая партия российской федерации отражает левое крыло буржуазного политического спектра соответственно задачу убирать откуда-то ну это не задача коммунистов кого-то убирать из правительства пусть они там делят свои места посты и так далее так как они хотят по большому счету никакого влияния на состояние умов даже это не оказывает потому что мы видим что и численность постоянно уменьшается коммунистической партии процент который они завоевывают ну КПРФ да и процент избирателей которые за нее голосуют он сокращается и постоянно от нее откалываются какие-то так сказать мелкие партии которые тоже оттягивают на себя часть электората поэтому это идет нормальная демократическом государстве буржуазном политическая борьба внутри класса буржуазии ну и так сказать с участием разрозненных представителей мелкой буржуазии наша задача не бороться вот в данном случае да с мелкой буржуазной партией которая на определенном этапе может оказаться союзником в плане каких-то действий ну и тем более что люди которые там находятся зачастую они скажем так не разделяют позицию руководства да и ну считая себя коммунистами они там находятся значит здесь смотрите задача обращаться к рабочему классу но не только к рабочему классу Ленин об этом писал конечно ко всем слоям и всем группам населения вербовать своих сторонников не только в рабочем классе но и в том числе и в КПРФ мы кстати в КПРФ активно очень распространяем свою прессу на их митингах всегда поэтому есть люди в нашей партии которые были в КПРФ вышли из нее по идеологическим соображениям и пришли в рабочую партию России то есть не все так далеко безнадежно там есть группа естественно есть там и функционеры партийные люди которые стремятся сделать политическую карьеру в рамках существующей политической системы но никакого отношения эти люди к коммунизму не имеют естественно вот поэтому надо решать свои задачи на данном этапе это задача конечно организации российского рабочего класса ну и расширение рядов рабочей партии России как партии рабочего класса в становлении для того чтобы она остановилась действительно партией массовой и оказывала влияние на рабочее движение но как сказано в писании малый квас все тесто квасит партия сильна не столько численностью сколько своей идеологической выдержанностью направленностью последовательностью твердостью ну и в том числе партия становится сильнее когда она очищается когда те люди которые начинают пропагандировать чудо идеи да просто вот брюнштейна вовремя не убрали из рядов социал-демократии и мы видим чему это привело то есть партия должна освобождаться от носителей буржуазной идеологии в своих рядах если таковые появляются ну там по-товарищески пытаться их разубедить сначала так сказать но если человек твердо стоит на пробуржуазных позициях конечно ему не место в партии рабочего класса так партия укрепляется и в том числе ее влияние на рабочий класс также будет упрощиваться еще вопросы ну что дорогие товарищи если больше вопросов нет с учетом предпраздничного дня всех еще раз поздравляю с наступающей ведовщиной Днем Победы успеха в нашей дальнейшей Победе спасибо 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 спасибо